В Георгиевском храме прошел благодарственный молебен и панихидов, память павших воинов в Великой Отечественной войне. Десятки ведновчан пришли помолиться за тех, кто не вернулся с полей сражений. А на Аллее Славы в 9 утра начался митинг. Каждый выступающий говорил о том, что народы России должны пронести через века память о той священной войне, и это поможет нам и впредь быть могучей державой. Цветы к вечному огню несли люди разных возрастов, ветераны Великой Отечественной, их дети, внуки и правнуки. Людская признательность героям той эпохи не знает предела, ведь чистое небо над нами, мир, возможность жить и расти детей – все это благодаря тем, кто завоевал победу в 45-м. В торжественном марше по советскому проезду прошли колонны военнослужащих Петровского гарнизона, жителей города. Самой многочисленной была колонна бессмертного полка. Несколько сотен ведновчан от мала до велика несли портреты своих отцов, дедов и прадедов – героев войны. Все портреты после были вывешены у кинотеатра «Искра» на подготовленном стенде. По окончании парада ветеранов пригласили в кинотеатр «Искра», где у них была возможность посмотреть трансляцию парада победы на Красной площади. На Красную площадь вносятся два символа России. Татьяна Брылова, Алексей Иванов, Анастасия Нурхонова. Видное ТВ.